Всем всего! Сегодня мы с вами будем говорить о причинах провала киберпанка и о том, что может случиться из-за этого провала. Это не значит, что я переобулся. Я как болел всей душой за поляков, так и буду дальше за них болеть. Игра хорошая, вот только она не имеет ничего общего с тем, что нам обещали. Мы будем с вами разбираться в том, почему это произошло, а не обсасывать то, чего нас лишили и где именно нас обманули. Таких роликов на ютуб и так полно. Чтобы понять причину провала, нужно как обычно вернуться в прошлое, в 2010 год. Разработка Ведьмака 2 была адом, о котором разработчики говорили в документалке от Noclip. Вся проблема, как водится в индустрии, в недостатке финансов. Первый Ведьмак был хорошим, но его продажи были не особо большими, но этих денег хватило, чтобы начать разработку новой игры. Вот только ближе к релизу, точнее ближе к завершению разработки, как обычно появились проблемы. Им пришлось сократить штат, причем во всех направлениях. Они занимались не только разработкой, но и изданием игр в Польше, Венгрии и еще нескольких странах. Также не забываем с вами про ГОК. Но из-за нехватки денег, штат пришлось сократить почти вдвое. Но и этого было недостаточно. Нужно было брать откуда-то деньги. Попытки взять деньги в банки ничем не закончились. Им предложили 2 миллиона долларов за 95% акций компании, что смешно. Но все же, после сокращения они нашли инвестора, который помимо денег, открыл им еще возможность выйти на фондовый рынок. А это значит, что компания стала открытой и каждый мог покупать акции этой компании. При этом структура была и есть таковой, что им не нужен 51% акций. Они способны сохранить контроль над компанией даже с 20%, если верить словам Адама Кичински. И вот, уже 2011 год, выходит второй Ведьмак. И сказать, что он был успешным, значит соврать. Конечно, он принес деньги. Он продавался. Но эти продажи не идут ни в какое сравнение с третьим Ведьмаком, поэтому студия в одночасье не стала безумно богатой и успешной. При этом еще нужно было выпустить обещанную версию для консолей. Версию для PS3 было решено не делать вовсе по причине сложности портирования. Но даже версия для Xbox 360 выпила немало крови. Приходилось чем-то жертвовать и вообще намучиться с этим. При этом важно помнить и про баги, которые были и на ПК тоже. И их нужно было залатывать. Спустя год выходит версия для Xbox, а финальная версия игры со всеми DLC и заплатками вышла в 2013 году, когда уже был совершен анонс двух следующих игр этой студии. 2012 год. Именно его берут за отчетную точку в случае с Киберпанком. То есть люди считают, что игра была в разработке 8 лет. Ну, некоторые говорят про 7. Давайте более детально посмотрим на это. 2012 год. На пресс-конференции разработчики рассказывают про Киберпанк 2077. Конечно, нам там описали все очень красочно. Ну, не нам, а журналистам. Но все же. Красочные рассказы про игру, про то, что это RPG и так далее и тому подобное. Но спустя всего 10 дней, польский журнал взял интервью у Адама Кичинского, в котором он сказал про игру в жанре темного фэнтези, не называя имен, и про Киберпанк. И сказал, что игра в сеттинге темного фэнтези находится на более позднем этапе разработки, нежели Киберпанк. И мы сейчас с вами понимаем, что лишь шла про третьего Ведьмака. Анонса как такового еще не было. То есть, анонса третьего Ведьмака еще не было, но он был на более поздних этапах разработки, чем Киберпанк, который уже анонсировали. Удивительно. Также Адам Кичинский предупредил, что в 2013 году ничего от них ждать не стоит, ну, кроме анонсов. И вот, в 2013 год нам показывают Ведьмак 3. Крутой, красивый и так далее и тому подобное. Но игра еще далеко не закончена, а амбиции было столько, что было реально страшно. Начиная с весны 2013 года, нас кормят новостями по Ведьмаку. Но очень, очень мало говорят про Киберпанк. За 2013 год каких-то более-менее внятных новостей о Киберпанке не было, как и о другой игре студии. Летом 2013 года они открыли еще одну студию из 20 человек, которая должна была работать над новой игрой. Над чем они работали, неясно, причем неясно до сих пор. Возможно, это гвинт, но это маловероятно. А, скорее всего, что-то отмененное. Также в то время они разрабатывали и мобильную игру, о которой, опять-таки, ни слуху, ни духу не было. И это было 7 лет назад. Поэтому это точно не та игра, которая сейчас вышла на iOS. А также осенью того же года мы узнаем, сколько людей в студии. И их 210 человек. Три команды. Одна делает Ведьмак 3, вторая Киберпанк, а третья отвечает за игровой движок. И вы скажете, что это очень много человек. Но помните, я говорил про сокращение? Так вот, они в 2011 году сократили штат почти вдвое, но в цифрах это с 350 до 200. Получается, что в 2011 году их было больше. Но это так, мелочь. Наступает 2014 год, и про Ведьмака завалены все игровые сайты. Но нет ни слова про Киберпанк. А знаете почему? Да потому, что по факту игра была заморожена. Из-за того, что Ведьмак 3 был слишком амбициозной игрой, разработчики решили сфокусироваться на нем. О чем не раз говорили. И слава тебе, господи, они это сделали. Благодаря этому решению мы с вами получили одну из лучших игр в истории. Но в то же время, почти все наработки по Киберпанку были оставлены. А после возвращения к разработке, ясное дело, почти все старое пришлось выкидывать. При этом, не стоит забывать про поддержку игры. Ведьмак 3. Два дополнения, куча патчей и прочего говна. Разработка Киберпанка началась полным ходом только в 2016 году. Ну и что скажете вы? Треть Ведьмак вообще был сделан за 3 года, а у Киберпанка было 4 года продакшена. Но вот тут мне придется кое-что объяснить. Современная разработка видеоигр это очень сложный процесс. И очень мало игр делается прям с нуля, прям полностью с нуля. А Киберпанк именно такая игра, которая и делалась с нуля. Давайте для примера возьмем одни из лучших игр. GTA и вообще игры Rockstar. У Rockstar есть большой опыт по созданию игр с открытым миром, и по факту отчет можно было бы ввести с GTA 3, но я буду его ввести с GTA 4, чтобы уж точно до меня никто не докопался. GTA 4 была прекрасной. Но знаете, что между GTA 4 и GTA 5 были и промежуточные игры, которые и позволили сделать GTA 5 еще более крутой. GTA 5 не разрабатывалась с нуля. Графический движок, физический движок и многое другое пришло из других игр Rockstar. Давайте по списку. Они сделали движок и обкатали его в GTA 4. Потом сделали животных в Red Dead Redemption. Потом отполировали механику стрельбы в Max Payne. Ну и вождение в каком-нибудь Midnight Club 2008 года. Получается, что они оттачивали механики в разных играх, и им не нужно было разрабатывать все с нуля. Это, скажем так, итерации разных технологий и доведение механик до отличного состояния. При этом без затяжной разработки одной единственной игры. Они оттачивали все и интегрировали затем эти элементы в GTA 5. И из-за этого подхода GTA и получилась такой крутой игрой. Так же было и с Ведьмаком 3, например. Почти со всеми играми Ubisoft, Scala of Duty и многие-многие другие игры так примерно и разрабатываются. Разрабатывать игры с нуля сложный процесс. Безумно сложный. В особенности, когда у вас свой игровой движок, а не условный Unreal. В Unreal есть все инструменты для любых жанров. А со внутренними технологиями все куда сложнее. Для примера можно вспомнить книгу Шрайера и главу про Dragon Age. Они до самого конца разработки боролись с движком Frostbite. Они мучились с ним, но не потому что движок плохой, а потому что это внутренний движок, который затачивался под шутеры от первого лица. Прочитайте эту главу в книге Кровь, пот и пикселей. Ну или посмотрите мой ролик по подсказке. И вы поймете, что произошло с Dragon Age Инквизиция. И полученные данные можно без проблем экстраполировать и на Киберпанк. Именно поэтому в игре отсутствует куча мелочей, которые есть даже в GTA 4 в игре 12 летней давности. Разработать игру такого жанра без промежуточных проектов, которые были бы в схожем стиле, невозможно. С нуля сделай шутерную механику, при этом мы не забываем, что не используют внутренний движок, а значит шутерную механику нужно делать прям вообще с нуля. Чтобы вы понимали, насколько все это сложно, вот вам забавный факт. Для Fallout 4 Bethesda привлекла студию Machine Games, которые делали Wolfenstein. Только для того, чтобы они помогали сделать шутерную механику. То есть они привлекли специалистов. Людей, которые только и делают шутеры. А у CD-проектов не было такого лайфхака. Им приходилось все самим делать. А опыта-то нет. Также автомобили. Все ругаются на транспорт, хотя я не понимаю почему. Ну ладно, раз ругаются, значит есть за что. Но теперь давайте посмотрим на Ubisoft. При разработке Watch Dogs в первой части, они привлекали разработчиков драйвер Сан-Франциско. Только для того, чтобы они сделали вменяемый транспорт. Ну и что? Watch Dogs, первый Watch Dogs как там, нормальный транспорт, да? По-моему нет. Хотя его делали люди, у которых есть опыт в этом. И да, Watch Dogs тоже был долгостроен, что забавно. И знаете, так наверняка во всем. Некоторые случаи просто не разглашаются. Cyberpunk для CD-проектов это нечто новое и новое во всех областях. Мое мнение такое, хотя вы не спрашивали, но тем не менее я его скажу, что они должны были постепенно погружаться в эти механики. Но у них не было промежуточных проектов, на которых можно было бы отточить какие-либо элементы игры. Вот у Rockstar были такие проекты. Bethesda звала специалистов для этого, так же как и Ubisoft. А у CD-проектов не было ничего. Вообще CD-проект весьма занятный, ребята. Там существует, или по крайней мере существовала такая вещь, как карьерная лестница. Еще в гремучие времена, на момент тестирования Ведьмака, причем первого, и тестов времен 2004 года, в студию пришел такой человек, как Конрад Томашкевич. Этот человек за 10 лет прошел путь от тестера до руководителя проекта. Причем ответственен он был за третьего Ведьмака. Человек пробился с тестеров до самой верхушки. Явно, что он очень талантливый, тем более, если учесть, что игра получилась безумно крутой. Я про третьего Ведьмака. Ну и было бы логично, чтобы он отвечал и за дальнейшие игры студии, ведь свою работу он выполнил прекрасно. Но в 2016 году в студию приходит человек. Рихард Божимовский. А Конрад стал геймдизайнером. Человек пришел фиг знает откуда, я про Рихарда. Неясно, чем он занимался, ну и так далее и тому подобное. Я не нашел его даже на LinkedIn. Если вы знаете, что он делал до этого, напишите. Мне реально интересно. Если бы я был бы чокнутым, я бы заявил, что это кумовство. Что взяли какого-то непонятного человека на ответственную должность. Но я не чокнутый, поэтому этого не скажу. Если вам кажется, что продюсеры ничего не решают, то вам кажется. Они решают многое. И в случае с Киберпанком это становится очевидным. Конечно, еще можно пожурить и Адама Бадовски, так как он глава студии. И Адама Кичински, так как он вообще основатель CD-проектов. Но, наверное, не будем. CD-проекты очень, очень странная студия. Она огромная, причем настолько, что могла бы выпускать игры, причем неплохие, и ставить их на поток. Такие, знаете, небольшие проекты. Вы скажете, что, наверное, это плохо и лучшие игры раз в 5 лет на уровне третьего Ведьмака. Но я скажу, что диверсификация это залог к успеху. У CD-проектов яйца лежат в одной корзине. А это значит, что при провале они могут потерять все. И они были близки к этому, как никогда. Помимо того, что у них нет промежуточных проектов, у них нет даже внятного источника дохода. Гок приносит копейки, о чем говорили много раз. Гвинт это какая-то мелочь. Возможно, им можно было бы стать еще и издателями, как Акань Беке за свое время. Я хэзэ. В общем, постоянно игра ва-банк. В этом нет ничего, абсолютно ничего хорошего. Если бы у них были бы сторонние проекты или еще что-то, они бы могли без проблем нам не врать. Потому что есть и другие источники дохода, и они не ставят все на карту в очередной гребаный раз. Они бы могли перевести проект на другой срок и так далее. Но получается так, что у них идет игра ва-банк. Бюджет раздутый, разработка затянулась. У геймеров уже не хватает терпения, чтобы дождаться игру. Инвесторы наверняка тому же тоже всех задолбали. Поэтому нужно было выпускать игру в декабре. Но если бы были бы другие источники дохода, либо промежуточные проекты, или еще что-то. Если бы они просто, просто не играли ва-банк. Они бы без проблем могли бы выпустить игру и в следующем году. И знаете, к какому выводу можно прийти, взглянув на Киберпанк? CD-проекты, а точнее верхушка студии, возомнили себя неубиваемыми чуваками. Богами от мира геймдева. Ведь по большому счету крупных или даже средних провалов у них просто-напросто не было никогда. Были трудности, да, но еще ни один проект студии не был провальным. И они поверили свою исключительность. И вот тут бам, холодный душ и огромное количество негатива, который, кстати, почти во всем заслуженный. Я стараюсь быть оптимистом. Да-да, я служу за игровой индустрией и стараюсь быть оптимистом. Шиз одним словом. Но, если проекты оклемаются после такого удара и хоть как-то вернут доверие пользователей, то этот негативный опыт сыграет только на руку. Иногда нужно щелкать по носу зазнавшихся, пусть и талантливых. Тогда они не забудут, какой путь им пришлось пройти и будут более аккуратно действовать в следующий раз. В любом случае, я болею за поляков. CD-проекты, поехавшие в любом случае, но в хорошем смысле. Они всегда идут в абанк, что, конечно, меня бесит в принципе, но это как минимум удивительно в этой индустрии, что кто-то еще может ставить все на кон. Они всегда берутся за проекты, которые чисто логически вытянуть не способны. Но почему-то почти всегда у них это получается. Они своего рода будут тари и рок-звезды индустрии. Но сейчас рок-звезда упала со сцены, когда решила прыгнуть в толпу после того, как обманула эту толпу. И я надеюсь, что эта рок-звезда отряхнется, поднимется на сцену и снова зажгет. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в группу ВКонтакте и заходите на дискорд сервер. А на этом уж точно все и всем всего.